Субтитры сделал DimaTorzok Первую партию я посею сейчас, в середине марта, а вторую парту уже ближе к апрелю, ну, можно быть, в первых числах апреля. Сеять я их буду вот в такие лоточки, видите, они здесь не очень большие, ну, большие, в принципе, и не нужны, потому что я их все равно буду потом пикировать в отдельные большие стаканы объемом 500 мл, пока рассада будет маленькая, она будет расти у меня вот так вот дружненько в таких маленьких лоточках. Я все сорта подписала, каждого сорта я буду сеять примерно по 2-3 штучки, сеять я их буду сухими семенами, таким горячим способом, с кипятком, способ мне этот очень нравится, семена всходят достаточно быстро, дружно, в общем, давайте я вам сейчас все наглядно покажу. Перед началом посева я пролью всю землю, все свои лоточки кипятком. Ну вот, готово, кипяток помогает не только обеззаразить землю, но еще и согревает ее. В такой теплой земле семена быстро активизируются, очень быстро начинают прорастать, расти, и, соответственно, всходы появляются намного быстрее. Теперь, что я буду делать дальше, в каждом таком лоточке, в каждой ячейке я сделаю такие вот небольшие углубления, глубина их примерно, ну, 1 см, плюс-минус, может, там, полсантиметра. И в эти углубления, в эти ямочки я и разложу все свои семена. Ну вот, у меня все готово, теперь я аккуратненько по одному потихонечку перенесу все семена сюда вот в свои ячейки. Ну вот, я разместила все свои томаты по лункам. Теперь осталось немножечко присыпать все семена. Что касается грунта для рассады, я использовала обычный грунт с пометкой универсальный, больше ничего в этот грунт не добавляла, все равно томатом здесь расти недолго. Потом, когда я их буду пикировать уже в большие стаканы, я уже буду подготавливать грунт, уже буду добавлять туда удобрения, агроперлит. В общем, пока они маленькие, пока они только начинают расти, им многого не надо, и тех питательных элементов, которые есть в таком готовом покупном грунте, им вполне достаточно. Также землю дополнительно я никакими фунгицидами не обрабатывала, семена фунгицидами тоже не обрабатывала. Кстати, некоторые семена уже были обработаны фунгицидами, и там даже на упаковке было написано обработано фунгицидом, да и сами они были такие, ну, в розовой оболочке. Фунгицид я буду использовать потом уже, когда у меня рассада, прокленится, начнет расти, я буду использовать фитоспорин, буду использовать его при каждом поливе, и я уверена, мои томаты будут расти крепкими, здоровыми и не заболеют. Все, мои семена все присыпаны, теперь я еще немножечко сверху пролью все кипятком. Все готово, теперь я наверх одену прозрачный пакет полиэтиленовый и поставлю все на окно. Что касается сроков, до какого срока можно сеять томаты, вот сейчас с середины марта можно начинать, и так до середины апреля можно спокойно сеять томаты на рассаду. Также есть томаты, которые можно выращивать без рассады, их можно сеять сразу в парник. Если вам интересно, я о таких сортах сниму ролик, все покажу и расскажу. Ну вот, как вы видите, ничего сложного нет, о том, как дальше ухаживать за рассадой томатов, я буду рассказывать в последующих своих роликах. А на сегодня все, всем спасибо за внимание и до встречи на моем канале. Всем пока!